Всех с возвращением в мир вампиров. Это 15 серия, в начале которой мы направляемся к Айзеку, барону анархов, чтобы сдать ему квест по очищению канализации творений Цемиции и, собственно, нахождению Носферату. Так, мы очень и очень голодны. И, пожалуй, это означает, что мы скушаем эту даму. Надеюсь, нас не увидят. Хм, одной дамы нам мало. Эх, проститутка какая-то пошла. Хотел на нее напасть. Ладно, в следующий раз. В принципе, сейчас вероятность того, что мы впадем в безумие, пропала. Так что можем спокойно выполнять задания свои. Устная история сородичей. Хотя многие утверждают, что это, скорее всего, легенда, чем правда, весьма почитаема в вампирском сообществе. Самый известный и распространенный миф, миф про Каина, изначального вампиру и убийцу своего брата. Ну что, Айзек? Айзек? Кингсуэй. Там был Цемиции. Обрати внимание, я использую прошедшее время. Кингсуэй. Спасибо, Айзек. Я оценю это. А у меня еще вопрос? Конечно. Что можешь рассказать мне о Велвет? Ты встретил Ви-Ви, не знаю? Из всех тех, кто я знаю, она кажется, что она наиболее живая. Она еще молодая, но в любом случае она оборудована. Она не моя ребенка, но она стала для меня как дочь. Позже, Исаак. Ух ты, какой у него красивый потолок. Ха, вы заметили, что такие люстры у многих? В том числе у Ви-Цемицы также дома, по-моему, была такая люстра. И еще, по-моему, у Гэри. И где-то я еще увидел... А, ну конечно же, в этом, в отеле с привидениями. Распространенная вещичка. На расхват просто. Так. Вы сказали Айзеку, что победили Цемицу и Виолога Щенокинзе, и он обещал вам подарок взамен. Надо будет зайти чуть попозже. Ой, как мало у нас очков опыта. Ну, тогда, в принципе, давайте выполним квест. Гражданка-модель. Ямали, хочешь, чтобы вы остановили камеры в квартире Тони Сэшнс. В Голливуде. В ванной и гостиной. А живет она как раз... Там, куда мы не могли попасть ранее. В мотеле, от которого у нас не было ключа. Боже мой, сколько мы литров крови выпили с этой женщиной, она все ходит и ходит. И никак не может остановиться. Так, по-моему, нам сюда, если я не ошибаюсь. Именно так. Так, будем действовать по скрытому варианту, чтобы получить больше опыта. Сколько у нас, кстати, скрытность? Семь. Ну, ничего, так пойдет. Думаю, что пойдет. Ну, тут очень светло. Вот, что мне не радует совершенно. Ну, если что, придется кастовать. Силу крови. Что тут написано? Девять жизни. Знаменитый Эдж Риверс выжил в серьезной аварии. Ну, мы знаем, почему. Что у нее тут такое? Журналы всякие. Плазма. Блин, ну что ж так ярко-то? Укрус какой. Закрыто. Что за картина? Непонятно. Плохое разрешение у картины. Так. Так, вот она ходит туда-сюда. А вот ее бойфренд. Куда нам надо ставить камеру? Сюда? Бойфренд заволновался? Нет. Просто решил пройтись куда-то. В сортир. Так, куда же ставить камеру? Эмма. Ага, есть одно место. Ну, компьютер надо после того, как мы активируем камеру. Так, куда еще? Спальня, в ванной и в гостиной. Блин, мы же были в гостиной. Что там ничего не мигало? Эээ, ты куда пошел? Ёлки-палки, чуть не попались. Так, в ванной. И гостиная, да? Ну, это же гостиная или что? Это гостиная по-любому. Наверняка на эту тумбочку надо ставить. Это кухня. Сюда не надо. Так. Непонятно. Может, куда-то сюда? А-а-а. Вон что. Разве это гостиная? Это кухня, насколько я понимаю. Ну, да ладно. Так, осталось активировать компьютер. Так. Камера. Пароль. Ой, она мне говорила пароль? А, Клеопатра точно. Проще всегда взломать. Так. Кам. Чек. Проверка камеры. Обнаружены три камеры. Отличная работа. Мне не терпится увидеть эту маленькую гнусную тауню в деле. Тебя могут заметить. Давай, сваливай оттуда по-тихому и возвращайся ко мне. Эмалия. Хорошо, Эмалия. Возвращаюсь. Так, 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 так. С кем это он трещит за спиной своей подружки? Ах ты, черт. Тут, правда, так может заметить. Нет, вроде все нормально прошло. Вот таким образом, видите, незаметность всем вполне позволяет себя комфортно чувствовать даже на территориях с определенной освещенностью. Так что больше ее качать мы не будем. Вполне себе хватает. В крайних случаях будем кастовать силу крови. Все. Чисто выполненная работа. Фанатики до мозга костей, вампиры Шабаша с радостью кидается в огонь ради своей секты. Блин, но возвращаться, конечно, долго. Вы представляете? Через кладбище опять и там лезть в эту... Вот это, конечно, мне не очень нравится, как сделали. Могли бы как-то попродуманить. Ничего не поделаешь. Только так. Кладбище неоправданно большое. Даже учитывая... Квест с зомби, мне кажется, неоправданно большое. Могли бы его поменьше сделать. Странно даже, что они... Ну, столько ресурсов потрачено на него, да? А, как бы делать здесь нечего. Ну, вот этот один квест с зомбами и все. Можно даже зайти к Ромео. Спросить, как у него дела. Но его что-то нету. А есть сундук. В сундуке ничего. Ромео. Пропал когда-то. До сих пор осталась зомбячая кровь. Кстати, помните, мы когда с ним встретились, он сказал, что ходил за пивом. Он, конечно же, соврал. Если бы мы выбрали вариант помочь ему не физической силой, а, так сказать, убеждением, он бы признался, что ему не хватало женской ласки. Так, здесь, да? Пароход. Пойдем. Да, мерзкое же у них, конечно, жилище у техносферату. Ну, не знаю. В принципе, почему они не могут себе позволить другое? Они могли бы купить особняк где-нибудь на краю города, обнести его забором и спокойно там жить. Ну, пора рыть к нему там тоннели, чтобы по ним перебираться. Хотя, насколько вы знаете, на Сверату у них же есть такой... Да, вот это, конечно, здорово. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. У них же есть навык затемнения. Ну, то есть, попросту говоря, это невидимость. На пятом уровне он просто сумасшедший. Позволяет бегать, взаимодействовать с предметами, и все равно вас никто не видит. Причем, стоит это вообще минимум крови всего один пункт. А длится, по-моему, 16 секунд, что ли. Причем, если вы останавливаетесь, то и счетчик замирает. Ну, то есть, с таким навыком можно, по-моему, спокойно вообще ходить по самому центру Лос-Анджелеса, ни за что не беспокоясь, ни о чем не переживая. А что в газетах? Меня от тебя тошнит. Ну, я возьму деньги, которые ты обещала. Ты еще чокнете, чем я думал, пока. Газета. Тайные сэшн. Супермодель застукались бы френдом Ламой. Жесть какая. Как дела, Маля? Найдется у тебя время поговорить? А, нет, не хочу с тобой разговаривать. Так, ладно, все, закончили с ней. Возвращаемся в Голливуд. И продолжим. А что мы продолжим, собственно? А, запутанная сеть. Да, можно тогда съездить. Хотя нет, зайдем к Айзеку. Я думаю, время уже прошло какое-никакое. Что же он там такое интересное нам подарит? Да открывайся ты. А, я надеюсь, сюда больше не придется возвращаться по этому квесту Митника. Он же хакер, черт возьми. Мы можем общаться при помощи компьютера. Не обязательно мне сюда бегать. Как в допотопные времена, знаете ли. И деньги за услуги он точно так же может присылать мне. Ну, на счет нельзя в этой игре, да, на электронную. Но обычной почтой в конвертике тоже можно. Было бы куда лучше, чем вот этот вот урод отставать сам. Здорово. Окей, дверь. Это что такое полетело? Зеленые и красные огоньки. Это, блин, НЛО? Ну, а почему нет? Вампиры есть, а НЛО нет? Может, НЛО так же существует. Все, зомби успокоились. Больше никуда не хотят вылазить. Они определенно ждали время, когда ведет Ромеро с кладбища, чтобы начать свою атаку на ворота. Откуда зомби знают, что такое ворота? Они же безмозглые. Странно, да? Какие-то эрудированные зомби. Ну, голливудские. Еще бы. В Голливуде даже зомби лучше, чем в остальных местах. Ну, по крайней мере, так считают, наверное, те, кто живут в Голливуде. Переход дороги в неположенном месте. Штраф. Зачем ты ночью ходишь в деловом костюме? Кто это оценит? Да, конечно, городу живости не хватает. Это определенно. Чуть-чуть, буквально бы, машины хотя бы сделать. Ну, какого черта? В 2004 год уже и мафия, и ГТА были. Просто они бы там проезжали и там могли бы сбить тебя, если бы ты по дороге бежал, и все. Ну, там на светофоре бы останавливались. Ну что, готово? Насчет того подарка. Могу я его теперь получить? Определенно, нет. Спасибо за вашу помощь, и помнишь, что я тебе говорил о Лакрой. держит в банке или в сейфе каком-нибудь. Так, что у нас? А я думал, он нам подогрел нас опытом, а эта скотина и не думала так поступать. Так, ну, собственно, я думаю, будем выполнять задание запутанная сеть. Для этого нам надо отправиться в downtown в свою картвиру. Черт, я уже жалею, честно говоря, что я ее получил. Надо было оставаться в Санта-Монике. Проще добраться. Меньше геморроя. Хоть она, конечно, и такая засранная там. Так, downtown. О, смотрите, можно уже попасть в downtown, но пока мы этого делать не будем. Кстати, у вас могут быть другие варианты получения жилплощади, если вы играете за другие кланы. Так, если вы играете за тренер и не сдали Штрауса. О, кстати, давайте проверим, у меня закрыт теперь доступ к Штраусу или нет. В общем, мы не сдали Штрауса барону анархов в Голливуде по поводу горгули, то Штраус дарует вам квартиру в капелле. Если помните, тут справа такая дверь была по лестнице. О, нам нельзя, да, войти. Не хотят нас видеть. Ну, нет, значит нет. Не очень-то и хотелось. И, если мы играем за Носферату, то после того, как мы находим Гарри, если мы ему не грубим, отвечаем, очевидно, Гарри дает нам недвижимость в даунтауне, ну, в канализации, правда, да. но она там вроде ничего так сделала, более-менее. Но это, конечно, самая шикарная квартира. И она дается, в принципе, всем кланам. Кроме перечисленных мною двух, если вы не грубите принцу до момента выполнения задания на Элизабет Дейн. Поддержите двери лифта. Не успели. Так, четвертый. Может, мы увидим пост РВВ, который она обещала нам прислать. Может, ей просто нужно было время, чтобы его доставить в нашу квартиру? Нет, нифига. Ну, что ты палишь электричество? Оплатить кто будет? Я тебя просил сменить имидж, а ты что? Я очень рад, что ты вернешься. я ждала forever. Я была довольно нервная. Я не могу чувствовать тебя внутри моих зверек. Я просто нужна немного больше. Пожалуйста, мастер, только несколько джинсов. Да, конечно, иди сюда, мой зверек. Спасибо. Вкусно. Я чувствую гораздо лучше. как я я важный человек в мире. Возьми тебя, конечно. Ну, Ну, разве не мило? До встречи, Хезер. так, как-то это все работает неправильно. А зачем ты стул тут не по фэншую поставила? Ну, уж у меня его точно не по... хотя, лучше, чем было. Ты не видела тут Виви? Плакат не присылала, а? Хезер, где же плакат? Вот свинство. Ладно, давайте проверим. Ого, целых пять писем. Ничего себе. Цына. За атаку нередко расплачиваются с запозданием. Ха. Очередное загадочное сообщение от друга. Первый сетевой хаб от Митника. А вот ты, Митник. У меня есть информация о первом из хабов в терминал Санта-Моники в старом здании, называемом Мегахерц. Компьютинг. Я пошлю другой e-mail с планом действий. Включи терминал, найди папку безопасности и запусти команду shreknet. Пароль на папку g... А, gilbates. Если поменяйте первые буквы, поймете, да, Степ? Не спрашивай, я свяжусь с тобой, когда вижу, что хаб активирован. Следующее сообщение. Мегахерц компьютинг находится в конце второй улицы Санта-Моники рядом с клубом Asylum. Единственный способ попасть туда через черный ход. Переулки позади здания. Я оставлю ключ от двери в твоем почтовом ящике. Удачи, малыш, это несложно. О, от Виви. Милый сородич, еще раз спасибо за все, что вы для меня сделали. Я хочу, чтобы вы знали, я не шутила, когда сказала, что обожаю вас. Вы заставили меня почувствовать, что мир не столь уж и морачен и безысходен. Я надеюсь вновь увидеть у вас в своем клубе и своих мечтах с любовью, Виви. Может, надо будет зайти к ней? Ну, где же постер? Она надурила меня с постером. Так, от Гарри. Эй, босс, я тут устраивала весеннюю уборку и наткнулся на кое-что, что может тебя заинтересовать. Один парень тут был просто помешан на Джанет Вэлман. У меня случился приступ ностальгии, так что если найдешь копию фильма Пьяный отель со мной в голове на Ироле, я обменяю на него постер этой безумно сладкой и сумасшедшей. Положи кассету в свой почтовый ящик и я доставлю плакат на твою берлогу. В твою берлогу. По-моему, как раз мы эту кассету нашли в китайском театре. Все? Больше нет сообщений. Хорошо. Так. Ну, что-то какие-то проблемы с постерами и с переодеванием хейзер. Как-то это не работает. Походу патч не только лечит, но и кое-что калечит. Ну, ладно, это не сильно важно в принципе. И ничего такого страшного в этом нет. Ну, немножечко обидно. Есть такое дело. Так. Видеокассета. Да, Пьяный отель, случайный шаг. Он говорит, что с ним в главной роли он что, до обращения был актером. Да нет, вряд ли. Он же был актером еще, стал вампиром черт знает как давно, поэтому вряд ли. Или это вампирское порно? Почему и нет? Есть эльфийское порно, а есть вампирское. Так, где мой ящик? ключ от мегахерц берем, а кассету кладем. А, вот, кстати, еще к тонку зайдем. Big Blank CDR. Он же, наверное, так, хочет этот диск себе вернуть. Вы получили инструкцию по установке сетевого клуба в Санта-Монике. Отлично, отлично, по-прежнему четыре очка опыта. Ну что ж, едем в Санта-Монику. Походу, Мит не хочет, наверное, в каждом районе Лос-Анджелеса установить такую сеть, и следующее задание, наверное, будет по Даунтауну. Все, поехали. Ой, она совсем чуть-чуть у нас крови отпила. Буквально на один вкус. Давайте, у нас денег много, я думаю. Где наш бумажник? Деньги 3984. Этот симпатичный пухлый бумажник превращает вас в клыкастого Рокфеллера. Да, Рокфеллера. 4000. Не смешите. Давайте я вам покажу, как работает питание проституткой. Зависит от цены? Сколько? Как насчет сорока? Пошли. 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 есть. Ладно, зайка, пойдем подальше. Вот сюда, скажем. Окей, honey, let's see what you got. Конечно, давай покажу. Вот. При питании таким образом нас не палят. вот собственно и все. Блин, мы тут застряли, да? Ой, хорошо, что я перепрыгнул. Таким образом можно еще, если имеешь навык соблазнения, питаться о дамочек в клубах. То есть просто их соблазняешь и прям у всех на виду. пьешь их кровь, а все типа думают, что ты целуешься с ней. Jimmy's you? Не хочу такое, мне нравится больше всего. Кольта-анаконда. Так, 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 так. Что у нас столько всего, продать мы ничего не можем. Ну, артефакты, конечно, мы не будем продавать. Ага, вот есть часики. Еще часики. Продадим ВВ, на кой черт она нужна? Постер не прислала нам засранка. Ну, и все, пожалуй. Все, все эти книжки мы ему продавали ранее. Да, Ларри, ты обогатился за наш счет. Галлопоговская черепаха. Это круто. Да, в Санта-Монику. За клубом Асайлум. Ну, посмотрим, там какая-то дверь была, подсвеченная фонариком. Но сначала я хочу поговорить с Тонгом по поводу диска. Ну, разве они действительно не животные, эти Анасферату? Живут черт знает как. Оборванцы. Эй, привет. Хочу задать тебе несколько вопросов. О сектах, о кланах, о кое-ком. Эээ. Блин. Так. О кое-ком. Лакруа, Родригес. Нечего, у меня здесь больше делать. Не нужен тебе диск, странно. Очень странно. Ну, в принципе, он задания на его поиск не давал. Опять этот пришибленный полицейский. Накуренный. Так, за осилумом. Вот это, что ли? Мегахерц, компьютинг. О, ключик подошел, отлично. Давайте сохранимся. Ну, тут вроде никого нету. Никто нам не будет ломать, мешать ломать компы. Так, здесь комп не работает. почему? Восемь. В принципе, можно закастовать жажду крови, но можно и проверить, куда ведет эта вентиляционная труба. что ж просто так кровушку переводить, правильно? О! Да будет свет. Отлично. Дверь все равно мы не можем взломать. А, отсюда пять. Ну, интересно, оттуда восемь, отсюда пять. Так, заработал безопасность. Ну, да, гилбейтс, но лучше так, чем набирать. Так, шрэк нет. Хэп, шрэкнет активирован. Отлично, сработано, новичок. я пошлю тебя на e-mail с инструкциями по следующему хабу. Митник. Отлично, митник. Возвращаемся в свою квартирку. Больше разъезжать по этому заданию, чем делов. Ну, это, в принципе, первое задание. Самое легкое. Там дальше все будет, я так понимаю, сложнее. так. Мадам, вы мне мешаете пройти. Ой, полицейский себя пришел, смотрите, какая прелесть. На дубинку все равно не убирает. Так, наполовину, скажем, пришел. Даунтаун. И опять долгое путешествие до дому. Я бы даже сказал, уже немного нудное. Ну, проститутка пришла в себя и встала на свое рабочее место. Книга Нода «Неполное собрание истории легенд сородичей». Описывается рождение сородичей, но весьма обрывочно. Так, тут что-то надо нам смотреть? Нет, ничего, а кассету забрали, кстати. Ну, Сим-Сим. Четвертый этаж. Как дела? Ну, я уже не буду говорить и про имидж, потому что я понял, что это бесполезно. Так, и Гарри забрал видеокассету, обещал постер Джанет, но не работает. Не работают постеры. Где бы они должны были быть? Не знаю, но нигде их нету, черт возьми. Ладно, тогда черт возьми, нигде вообще. Что за надувательство? А, у меня, кстати, две ванны и на первом этаже, и на втором. Какая прелесть. Так, давайте смотреть следующее задание. Четыре непрочитанных письма. Ого. Емейл. Так, второе. Следующий терминал в подвале театра Nocturne в Даунтауне. План действий в следующем письме. Никто не должен узнать о твоем присутствии там. Оставайся вне поля зрения и никаких убийств. Мне нужно, чтобы была установлена беспроводная камера. Я пошлю письмо с инструкциями, как это сделать. Установив камеру, открой папку безопасность, пароль break elec, сломай ногу и запусти shrek net. Так, давайте удалять лишние письма. Так. Далить. План действий в театре ноктюрн, 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 даунтауне, напротив отеля эмпайр армс. Я не смог достать ключ от главной двери, так что придется пробираться здание через канализацию. Начинается. Прошу прощения, но это лучшее, что я могу предложить. Вот, сволочь. Так, емейл. Так, удалить. Следующее. Беспроводная камера. Я положу камеру в твой почтовый ящик. Я заранее послал человека на разведку. Он отметил лучшее место для крепления камеры красным крестом. Блин, ну а сразу камеру он не мог закрепить. Найди это место, оно наверняка где-то сверху, и установи камеру. Как только установишь, залогинься в терминал на нижнем этаже. Найди папку камеры и активируй NetCam. Ты не сможешь активировать хаб, пока камера не установлена. Так, это письмо от VV и продается ракетная установка. Босс, у меня тут еще один постер, не хочешь обменяться? Похоже, одна из анарков сделала несколько художественных фотографий, прежде чем была обращена. Это все твое за простой CD-дис с данными. Возможно, он в Metalhead Industries. Вы с Митником уже поговорили правильно, положив почтовый ящик, как и раньше. Да, только, блин, нифига не приходят ваши постеры, а так все отлично. Ладно, отправляемся в театр. Metalhead Industries, если я правильно все помню, это в Голливуде. Наверное, Митник, когда мы дойдем до Голливуда, даст наблюдание именно там. Установить его сеть. В общем, будем иметь в виду, что Гарри нужен диск, но я вообще-то сначала подумал, что это именно вот этот диск, который мы нашли у них с именем правда Тонга, но нет, Гарри по какой-то причине не интересует. Ой, в канализацию, вот это конечно мерзко. Но зато уже начинаются интересные вещи. Там уже скорее всего будет охрана, но как же это театр, конечно. И нам придется действовать скрытно. Так, вот этот театр ногтёр. О, погодите, я же забыл забрать камеру. Фу, хорошо, еще и далеко не отошел. Камера в почтовом ящике. Да? Ну, конечно, веб-камера взять. А то бы было дело, пришел на место, а камеры на кармане нет. У меня, кстати, частенько такое бывало, забываешь смотреть почтовый ящик свой и прибываешь на какое-нибудь место, а у тебя то ключей нет, то камеры, и ты такой тупишь какое-то время, а потом понимаешь, что что-то пошло не так. Так, ну где же люки, чтобы попасть в этот театр? Что это такое? А, это оружие осталось от ненастоящих русских. Так, ну блин, сейчас будем блуждать по этой канализации, прежде чем найдем этот проход в театр. Так, где тут карта? Карта, карта, вот она, да? Так, ноктюрный театр под номером 3. О, да это же прям за нашей спиной. Ну, это радует, что, в принципе, долго не пришлось бродить. Надеюсь, что мы на правильном пути. Это именно оно. загрузка локации. Книга нода. Неполное собрание истории легенд сородичей. Книга нода описывает зарождение сородичей. Пусть сведения весьма обрывочные фрагменты этого документа. Тра-та-та-та-та-та-та. Так, обязательно надо сохраниться. поскольку этот квест провалить как нифиг делать. Чуть нас кто заметит и все. Квест провален. Начинается уже серьезное испытание, так что. Так, ну вот, наконец мы попали в театр. Тореадор в театре. Наверное, ему особо приятно это задание. Да мы прямо на сцене. за малым. Сначала надо установить камеру, поэтому мы полезли наверх. Так, судя по всему, здесь еще надо выше. Так. Ага. Вижу крестик. Митник будет подглядывать на спектакли. Бесплатно смотреть спектакли. Тот еще театрал. Веб-камеры, что ты там через веб-камеру видишь? А серьезный театр, смотрите, с балконами. Ничего так. Так, теперь, собственно, куда нам надо отправляться? Паркур! Так, это мы сюда для чего свалились? как отсюда выбраться? Судя по всему, оркестровая яма. Ага. Так, теперь, наверное, туда надо. Постараемся больше не натыкаться на охранников, чтобы кровь не тратить. Тут еще эта лампочка чертова. Ага. Так, давайте его попробуем выпустить. проходим. Отлично. Лампочка, да, тут совершенно не к месту. Так, а теперь куда нам? Сюда? Нет, не похоже. Здесь закрыто. Блин, быстрее надо, мы прям под лампой находимся. Ну, куда-нибудь уже. Ага, вот, компьютер. Компьютер не работает. То ли это не тот компьютер, то ли надо свету включать. Ага, этот работает. Отлично. Ка- меры. Веб. Камера. Камера обнаружена и активирована. Безопасность. Break a leg. Шрек. Нет. Ты просто настоящий Джеймс Бонд. Проверь свое мыло, я буду на связи. Митник. Хорошо, митник, проверю. сейчас только выбраться отсюда по-хорошему. Так, эта дверь не открывается. Главное, в общем, под лампой, чтобы нас не запалили, остальное все будет нормально. так, по-прежнему просто пропустим его тут. Я думаю, успеем пройти, пока этот товарищ здесь развлекается, да? Блин, надо, наверное, ускориться. дверь так медленно открывается. Все, готово. Опять пишут про книгу, ну да. фрагменты этого документа и множество его неполных копий циркулируют в разных сообществах, как было написано. Так, выбираемся. Так, ну вот уже и крови пришлось потратить какое-то количество для выполнения этого задания. надо бы восполнить это дело, правильно? Так, мы здесь одни. Здравствуйте. Отлично. Как это с первого раза у меня попытка кормления провалилась? Даже странно. Она может провалиться, если вы доходитесь за персонажем, которого хотите укусить, и он идет в этот мэп. Тогда да, но я-то был сбоку. в общем, не важно. Главное, что мы снова сыты и довольны. Так. Четвертый, пожалуйста. Так. что-то тут? Изучает что-то. Так. Да, одно непрочтенное письмо. Третий сетевой хаб. План действий. План действий. У нас мало времени. Все надо сделать быстро. Metalhead Industries. Отлично. Голливуд. Склад. Ключ в твоем почтовом ящике. Активируй хаб. Терминал в операторской. В конце склада по лестнице. Возможно, помещение терминала заперто на электронный замок. Это сложная задача. Там серьезная охрана, так что держись в тени. Они не должны узнать о твоем визите. Пока уже об этом как-то говорили. Мы как-то уже об этом говорили. Пока. Хм. Ну ладно. Задание становится все сложнее и сложнее. А у нас тем временем опыт 8 и мы повышаем навык хакерства до 6. Следующее повышение нам обойдется в 9 очков. Либо в 9, либо в 12. Я бы даже предпочел наверное 12 очков потратить, чтобы еще увеличить защиту. Ну посмотрим. так ключ, ключ, ключ. Я помню. Взяли. и трусцой пробежимся до такси. Заодно к Виви зайдем. Она написала, что нам в электронке, что хочет нас видеть. Может это просто так для красоты, а может быть и нет. Мне кажется, или так перемещение быстрее происходит, если прыгать? Голливуд. Да, такое серьезное задание от Митника. Вот, собственно, Metalhead Industries. Пригинаемся и заходим. Так, сохраняемся. и давайте смотреть, что здесь как. Ну, по крайней мере, здесь темно, что уже радует. О, да тут какие-то бандиты патрулируют территорию. Ты смотри-ка. Ага, а здесь что? Управление. Управление. Пароль, попытаемся взломать. Хакерство на 6. Нихалам-балам. Кодпис. Анлок. Анлок. Дверь открыта, валяй. Э, спасибо. Что именно мы, правда, открыли? Непонятно. О-о-о. Мы сейчас так наткнемся на него, да? Сюда идет? Нет, не сюда. Отлично. А, вот сюда нам надо. Нифига себе. Тут, как вариант, можно было разбить стекло. А вот тут уже светло. Надеюсь, нас не запалят, пока мы будем взламывать. Так, сейф. Опа, не взламывается сейф. 8. Черт, 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 черт. Безопасность. Bang your head. Шрекнет. Так, ну что, сейфом, судя по всему, не откроем. Так, шрекнет. Я восхищен. Теперь потихоньку выбирайся оттуда, я скоро напишу тебе на мыло. Это хорошо. Выбирайся. Навык нужен 8. У нас 6. Даже если мы делаем прорицание, он становится лишь 7. Да, сейф мы не сможем открыть. и очков у нас нету, чтобы повысить этот навык. Поэтому уходим отсюда, но не знаю, что бы там могло быть интересного, но определено очки опыта мы не потеряли, поэтому... тихо-тихо-тихо-тихо. Ящики дурацкие под ногами путаются. Скорее всего, там доллары просто. Ну, может, какие-нибудь драгоценности. Вот такие дела. Да, надо хакерство нам еще развивать. Так. Давайте зайдем к ВВ. Хакерство маловато. Здесь нам уже встречаются требования восьми единицам. Немножечко мы подзапустили этот навык. Ну, ничего, наверстаем. О! Хе! Да ВВ танцует. Смотрите-ка. А как насчет приватного танца ВВ? Да, странное движение. Не находите? И все? Это все? Для чего же ты нас звала? Чтоб мы посмотрели на твой танец? Ты могла бы и здесь танцевать для нас приватной на этом шесте. Да, жалко, что я не могу туда попасть. Бандит снимает проститутку. Наверное, денег нет, никак не могут договориться. Что с тобой случилось? Ты не можешь по какой-то причине туда пройти? Как странно. ну ладно, а что там такое? Ничего, просто пустая комната. В общем, с Ви-Ви мы уже никак поговорить не сможем. Эй, Ви-Ви, привет! Нет. Ну, да нет, сюда нет. тогда поехали обратно в свой дом, посмотрим, что нам Митник еще скажет сделать. Но я, честно говоря, уже сомневаюсь в своих хакерских способностях, поэтому, наверное, следующее задание придется отложить на некоторое время, пока я не подниму хакерство еще на одну единичку. Потому что смысла нет вот так вот вламываться куда-то, а потом выяснять, что ты не можешь взломать компьютер. Таун-таун. Так, у нас тут что-то появилось, что мы можем продать уже Ларе. Какой-то пистолет, что ли? Ну да, пистолет. И... Этот диск можно продать? Не продается. Так, пожалуй, все. Отлично. Ну, в общем и целом, надо отметить, что в игре по-прежнему остаются косяки. Одни косяки патчами исправляются, другими добавляются. Это касается сумочки Лили, которая никогда не была в моих предыдущих прохождений. И понятно бы, если бы она появилась для того, чтобы или продать, можно было Лили и Лили отдать, но с ней мы ничего сделать не можем. Это первое. Второе, вот те вот коробку мы не можем продать. Она всю жизнь продавалась в моих предыдущих прохождений совершенно спокойно. Но третье, это то, что не появляется постер в квартире. И четвертое, то, что Хезер не переодевается, когда я слышу об этом. Пока вот такие я косяки увидел, баги, и больше ничего на ум не приходится. Остальное все вроде без проблем. Так что, в принципе, эти баги незначительные, и в целом прохождение игры они не мешают. Где Хезер? Посмотрим на нее. Вдруг она переоделась ни с того, ни с сего. Но нет, конечно же, нет. Ничего не происходит. Так, а ну, брысь от моего компьютера. Емейл. Последний сетевой хаб. Я понял, что было в сейфе. В сейфе был диск для Гарри. Ну ладно, тогда, когда получим должный навык, вернемся туда и взлавляем еще сейф. Но я хочу сказать, что это не приносит никаких очков опыта. Просто, если бы в игре не было бага, у нас бы появился еще постер Джанет в квартире. Ну, сделаем это, в принципе, сделаем, когда повысим навык. Итак, окей, это самое сложное. Контора Квейджин, Чайна Тауни, Камикадзе, Дзен. Да, я знаю, это как-то по-японски не спрашиваю. У них там навороченная система безопасности. Данные разведки скоро вышлю. Как войдешь, найди серверную и активируй хаб. И еще, там есть сейф, где хранится ПО и так далее. Надо взломать его и что-нибудь забрать, сбить их со следа. Тут уж можно особо не церемониться и убивать. Можно церемониться и убивать. Хорошо. Странно. А мне кажется, что его все равно надо было проходить по стелсу. Ну, в общем, ключ от парадной двери в твоем почтовом ящике. Наш человек на одном из терминалов разместил файл Хулиган. Это вирус. Найди его и запусти. Это отключит электричество и позволит пройти через первую реально серьезную дверь. Я не смог достать копии и чертежей внутренних помещений, так что, пройдя за первую дверь, тебе придется самостоятельно найти серверную хорошо. Ну, туда мы пойдем чуть попозже, когда прокачаем соответствующий навык. А пока давайте тогда... Все равно все наши пути ведут в China Town, поэтому так или иначе нам надо ехать именно туда. здесь нам делать больше в других локациях совершенно нечего. Ну, разве что вернемся в Metalhead Industries. А сколько нам надо еще очков получить опыта, чтобы прокачать компьютеры? Пять, по-моему? Это много. Да, пять. Либо двенадцать. Черт, даже не знаю. По-хорошему, конечно, бы двенадцать. Ну, посмотрим, как дела пойдут. Как много у нас там квестов будет и все такое. Как же долго добираться-то? Ты, горгули. Вот это что за здание? У нас так нет одного квеста сюда и не появилось. И забегая вперед, скажу, что и не появится. Итак, China Town. China Town. Опачки. Приехали. Ух ты ж, какая красотища. Здесь, типа, современные здания, а тут China Town. Проститутка стоит не азиатка. Очень жаль. Ну, обследовать и исследовать China Town я предлагаю уже в следующей серии. А сейчас желаю вам всего самого доброго и всех благ.